Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Мной был сделан небольшой материал о том, как разжечь холодную печь и как увеличить тягу в дымоходе. И выложил я это и в Дзене, и в Ютубе, чтобы было больше доступа, чтобы могли люди легко знакомиться с этим материалом. И вот тут же мне сразу вопрос. Почему вы говорите о печи, а о котле ничего не говорите? А как сделать котел, чтобы котел быстрее разжигался? Уважаемые, ну вы, если смотрите материал, досмотрите его до конца. Потому что я, когда говорил о розжиге печи, я говорил о том, что такой же принцип розжига и котла. Прогреть вертикальный дымоход и за счет этого увеличить тягу и создать тягу именно на холодном дымоходе. Прогреть дымоход, когда дымоход появляется тяга, котел разжигается просто без всякого дыма, без всяких проблем. Есть этот материал в видео, и я вам сейчас покажу. Просто-напросто, ну вы вначале только глянули, допустим, кому-то не нужна печь, и он тоже отключился. Но послушайте, принцип то один и тот же. Что то твердотопливный агрегат, что то твердотопливный агрегат. У них одинаковые принципы горения, одинаковые принципы удаления дымовых газов. Значит, все сходится. И вот я сейчас вам покажу, чтобы вы могли четко увидеть, что этот материал есть. И не надо никуда больше ничего просить дополнительного видео. Вот смотрите. Видео. Секрет розжига холодной печи. Как увеличить тягу в дымоходе. И на середине видео переключение идет именно на картинке, которые показан котел, наш котел-казак, с различными видами подключения. Подключение через капитальную стену. И я показываю вот этот вот вертикальный дымоход, его нужно прогреть. Создать тягу именно в этом дымоходе. Подключение к каналу в котле. Кстати, тут просто мало места. Не показали, что ведь дымоход может подключаться к этому каналу вверху. И вот здесь будет сажечистка. Здесь показана сажечистка наружная. Так вот, в сажечистку и прогревать вертикальный дымоход. Ну, с вертикальным прямым участком все понятно. Мы прогреваем именно на тройнике, который становится прямо на котле снизу. И если это диагональное подключение, то, понятное дело, мы прогреваем все равно вертикальный участок. Все тут логично, все понятно. И по котлам я, конечно, не забыл. Никогда я за котлы не забываю. Это мое детище. Я всегда думаю о котлах. Потому что я постоянно, каждый год, каждый год топлюсь углем. Поэтому смотрите, изучайте. Кому что непонятно, спрашивайте. Пока все.